Всем привет, ребят! С вами Megabzor.com и сегодня у нас на тестах персональное облачное хворонилище WD MyCloud Home версия на 4 ТБ доступна она также в версиях на 2, 6 и 8 ТБ Тестируемая нами версия доступна за 11 000 рублей Поставляется в коробке из плотного картона с изображением накопителя и описанием технических характеристик а также особенности ее работы Комплект включает внешний блок питания, патч-корд и техническую документацию По сравнению с ранними поколениями линейки MyCloud произведены заметные изменения внешнего вида и визуально WD MyCloud Home напоминает скорее стильный предмет интерьера, а не классический наст Основным материалом выступает пластик Нижняя половина с текстурным рисунком, окрашена в серый цвет Верхняя с глянцевым покрытием По габаритам он немногим больше книги Кстати, вполне может гармонично вписаться в книжный шкаф не привлекая к себе повышенного внимания По центру продольный светодиодный индикатор активности Выше слегка различимый логотип производителя Механические кнопки тут отсутствуют За исключением скрытой кнопки сброса настроек Сверху и снизу продольное вентиляционное отверстие обеспечивающее эффективный отвод тепла от накопителя На тыльной стороне находится один USB 3.0 гнездо питания и RG45 Снизу наклейка с техническими данными Корпус неразборный Возможность замены накопителя без нарушения целостной корпуса не предусмотрена В отличие от ранее протестированных нас здесь первоначальная настройка и запуск системы проводится через сервис MyCloud.com Потребуется активный доступ в сеть Первым шагом пользователю предлагается зарегистрировать учетную запись Далее вводится уникальный код системы На этом основная настройка завершается Устройство становится доступным для работы Далее управление может быть вести тремя способами Каждый из которых мы рассмотрим в отдельности Первый это MyCloud Получить доступ к своему персональному облаку может быть с окна любого браузера В главном окне отображается список файлов и папок Слева меню с быстрым доступом включающий следующие вкладки Файлы, фотографии, действия, службы и настройки С окна браузера можно будет загрузить файлы и создать папки Отображается прогресс загруженных файлов Файлы можно будет сделать доступным для удаленного скачивания В разделе программы на момент теста доступен только ограниченный набор состоящий из Channel DVR, Plex, Sonos Помимо этого поддержатся импорты из социальных сетей и облачных служб Поддержатся Dropbox, Google Chrome, OneDrive и Facebook Поддержатся голосовой помощник Amazon Alexa Список настроек ограничен Он включает работу с учетными записями, опции перезагрузки, завершение работы и уничтожение данных Доступна утилита для компьютера, упрощающая доступ к данным и главным функциям Выводится приложение в трее Отображается список подключенных дисков, приложения и опции настройки Тут уже доступны дополнительные приложения, такие как VD Drive Utilities, VD Security и VD Backup С помощью этих утилит можно будет получить дополнительный полезный функционал Как пример, VD Backup пригодится для организации автоматического резервного копирования личных данных Управлять VD My Cloud Home в 4 терабайта можно с экрана смартфона Установив приложение My Cloud Home, доступное для iOS и Android С помощью него можно получать удаленный доступ к файлам, видеозаписям и фотографиям в любой точке мира С помощью приложения можно создавать резервные копии фото и видео, снятых на камеру Освобождая последующее место для новых файлов Этими файлами можно поделиться в пару кликов VD My Cloud Home станет оптимальным выбором для тех, кто не готов разбираться с сетевыми настройками И не ставит основной целью последующую тонкую настройку системы Это персональное облачное хранилище обеспечивает простоту эксплуатации и стабильную работу Весь процесс запуска заключается в простой регистрации учетной записи После этого открывается доступ к веб-панели приложениям для компьютера и смартфона Не устроить может ограничительство приложений В частности тут отсутствует торт-клиент, FTP и отдельные альтернативные варианты Median DLNA С удовольствием обсудим с вами My Cloud Home в комментариях Всем спасибо и пока-пока